овцебыки вот мы их фотографировали они не убегают практически никуда то есть они не видели они у них нет врагов они очень большие ну корова только мы большие особи они достигают где-то на магната до 600 килограмм может даже и больше сумасшись вот и у них как раз в этот период рождаются дети и вы наблюдали за родами то мы не наблюдали за месяц до наше появление не родились зимой да вот с телятами сосуда с телятами так как они большие они бегают очень медленно и они собираются в кучку круг и теленка ставят в центр круга да и таким методом защищает свое потомство а волк есть а там есть волки волков так мы редко не видим следы видели нет первого волка мы видели на как раз на озеро таймер большого он глазастый также есть там оленя но олень очень хитрый бегает очень быстро и быстрые да но они все белые чего удивили но белый не как у нас как коричневый там белый такого мраморного цвета то что слива 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 красиво видимо зимний окрас какой-то много песцов песцы но они красивые но морда у них конечно это противно лицо так будто такое не трога не так красивым просто в девятом году восьмом году мы видели песцов коричневых которые уже полиняли а в этом году мы видели белых песцов которые сливаются как раз со снегом то что их очень трудно заметить следов много норок много когда они охотятся увидеть их возможности не доставало нам их увидеть и мы их только увидели весной когда все начало таять и они уже на фоне коричневого черного оттенка они уже появляли скажите пожалуйста ну а что какие самые не знаю удивительные новости приходили отсюда я думаю что наверное ну какие-то политические моменты да там выход четвертого айфона вас наверное не очень заинтересовал нет в этом году было все все спокойно никаких катаклизмов ничего не было вообще теряется во времени ну то есть вы понимали что прожить дни недели мы вообще теряемся конкретно а ну то есть там вы тоже понимали не понимали прошли недели смотрим на часы и считаем дубль в е что это такое что за фигня скажите пожалуйста а вот когда семьей разговаривали вот поэтому спутникового телефона все равно ведь это личное понятно что пять дней все в одной тарелке пять дней в смысле в пятером такое в долгое время все вместе отходили куда-то подальше чтобы поговорить с семьей или как то уже было все равно ну чуть-чуть старались а мама я старался вообще стали друг от друга вот все вместе сидят тут у дима например у него старческий маразм начался он у меня раза в поход на раз три извинения просил но еще раз тебе еще повезло еще раз пойдете вместе конечно когда мы денемся вам как жена вообще простила такое как жена жена мы с ней не ругались просто договорились он же глава семьи она же меня отпустила у нас все было взаимосвязано я пошел туда она здесь осталась мы с ней постоянно созванивались ждали но почему-то я так надеялся что дочка родится на вот там есть делать овцы быков выращивали и кто-то бекада бекада да там домик стоял вот я думал что когда мы в этот домик мы придем и она утрадится и сможете напиться там но она не дотерпела всего там два какие-то два дня ну вот как с людьми за разом из пера там отметили потом сюда домик приехали там опять отметили недели гуляли отлично фейверки пускали авто быков ты не споили там да нет а ну и как вам ощущение увидеть дочка после четырех месяцев ну да кстати расскажу вам два с половиной месяца отсутствовали был вопрос ты кто папа нет дочка с правой школы зубы показала как бы жена и дочка они все нормально отнеслись но дженна ты говорила жена ты говорила ты наверное придешь а уже дочка будет бегать и прибежит себе сама на двух ножках не приползет а прибежит ну в этот раз все получилось нормально что всего два месяца я полтора месяца и отсутствовал да ну что за экспедиция как началась и это был инициатором как все начиналось и за самые идеи ну идея пришла в голову нашему другу руслану как-то когда мы сейчас морщится как-то когда мы вместе си вместе сидели вечерком у него кажется в офисе значит и пили чай крепкий он сказал не пойти ли нам на собачках ну и вот с тех пор значит эта идея поселилась в мозгах к сожалению и вылилась в эту экспедицию собачки потянули мотобуксировщики которые называются мото собачками ну и так вот что то все одно к одному она так и образовалась а собачки какие были это были северные издовые собаки каждый твари по паре были они помеси и чикотские издовые в общем ну мы очень демократично подошли к выбору собак мы брали всех кто хотел бежать поэтому получилась такая пестрая свора